Всем доброго утра! Вышли с Эндером на прогулку после йоги бежим, бежим спешим, спешим так хорошо все равно с утра встать много чего делаешь я что хотела сказать пока от родителей никаких новостей нет но вот сейчас мы может они спят и придем домой и позвоним им и потом скажем жизнь продолжается, что делать заболели, все будет хорошо я уверена спортсмен так я рада за него, что он ложится у меня полдвенадцатого он уже уходит спать, друзья а я след за ним как петух идет как петух вот так вот он рано встает, завтракает нормально все получается это все, правда, что зависит все от жены как она захочет так и этот я хотела изменить его режим и вообще всю его жизнь вот и меняю так что, друзья мои загадывайте желания свои они все исполнятся если вы будете их визуализировать то есть представляете их в реальности что они уже исполнились нужно прочувствовать это прямо почувствовать счастье от их исполнения и тогда оно избудется как я вам уже говорила или нет я обнаружила два дерева тута и каждое утро мы туда ходим здесь уже не так много совсем другой сорт красная белая и черная но меньших размеров другой совсем сорт вот спасибо богу не продается сейчас видите в магазинах ничего нормального фруктов когда уже начнется базар наш и будет уже черешня вот моя самая любимая черешня а я сейчас сорву эту красоту и покушаю вот я мои дорогие все вроде бы мы садимся кушать а попозже я расскажу вам о хорошей новости конечно пришлось понервничать ее ждать целый день но это того стоило приятного аппетита нам мы идем кушать я так спать уже хочу и кушать ничего не хочу кушать Эндер вчера сделал мне такой подарок сорвал мне таких цветов хоть и радует да сегодня он пошел купил вот морогу это кто-то мне исправлял еще как называется это капуста это все равно у нас и здесь капуста и листья салата и другой тип этот смотрите три вида здесь сейчас везде все перемот в общем как-то так мои дорогие друзья сегодня такой день очень хороший только должны говорить о позитиве и я не снимала весь день видео потому что ждала какую-то новость от родителей и уже думаю когда я получу я была уверена что я ее получу то я начну продолжать снимать видео как и снимала раньше так друзья мои о новостях хороших хочу заметить значит расскажу вам попозже а сейчас мы будем ужинать ну вот мой любимый сыр я приготовила его вот тут у меня стакан тонким слоем так я потом его переложу в мелкую посуду и много-много зелени природа дает такую возможность почему бы ее не покушать перец салат такой а почему салат потому что мы будем кушать естественно моя еда и это и зеленушка а сейчас суп у меня очень вкусный суп я сделала я покажу сейчас вам суп я приготовила из шпината не через блендер вот привычаю картошка морковка очень вкусно без яичка потому что яйца нельзя нам так много и вот здесь пожарила мяско мясо обалденное купили всем привет друзья мои с вами я Светлана Атам мы зашли на базар о покупках о ценах я вам расскажу попозже а сейчас расскажу о новостях которые у меня есть для вас по состоянию здоровья как вы уже знаете у нас в семье заболело 4 человека это баба Джим папа мама старшая сестра моего мужа заловка и племянница вот вот такая вот ситуация в доме настоящий госпиталь но как я вам уже раньше рассказывала папа попал в больницу и ему сделали вчера операцию операция прошла успешно что за операция у него лопнула паховая грыжа сначала я думала это аппендицит но потом перевела в переводчике что это футык сама не знала да диагнозы такие и оказывается у него лопнула грыжа и поэтому все признанные симптомы интоксикации были связаны с этой грыжей происходило уже отравление организма и ему было очень плохо что его вызвали ночью скорую два часа его увезли в больницу хорошо что он попал в больницу и установили этот диагноз потому что он если бы он продолжал лечиться дома то это бы привело к очень тяжелым последствиям но мы вчера весь день очень переживали с эндером созванивались с родственниками все нам звонят спрашивают о состоянии потому что знаете баба джим сам по себе такой человек очень осторожный и он так соблюдает все меры профилактики что нужно сделать сразу побежит первое сделает вот так же было это связано с прививкой но ну такое произошло сейчас сейчас уже могу сказать есть какие-то версии да каким образом могло пройти это заражение я вам попозже расскажу но вчера вечером нам сообщили что папа сделал удачную операцию к нему поехала сейф гипплемянница так как в турции после операционном периоде за больными следят родственниками у нас в грузии такого нету у нас в грузии медсестра все смотрит а в турции здесь уже второй раз я сталкиваюсь с этим может то что государственная больница не буду спорить ничего но озле им делали операцию я была рядом с ней а сейчас папой вообще мужчина положен ну кто никого нет из мужчин и сэнги так как она сделала тест у нее положительный на ковид то ей разрешили поехать и смотреть за папой а сестра не сделала тест потому что там оказывается по месту жительству нужно было что-то с адресом непонятная причина маме не сделали тест потому что она была привита ну вот они все в каком-то подвешенном состоянии неизвестно нету подтверждения ковида но все симптомы налицо и вот выбрались сейф ги приехала за ней специальная машина и отвезли ее и она сейчас смотрит за отцом состояние у сэнги хорошее температуры нету но может что-то есть такое да вкусовые качества качества пропали осязание у мамы например она говорит не чувствую ничего из пищу вкус не чувствую и запах не чувствую но вчера уже им стало легче и сегодня еще лучше немножко давление беспокоило повышенное а состояние папы мы только что я восемь часов ему позвонила я каждый раз ему звоню думаю как он там проспал после операции боли нету ему делают все обезболивающее серьги возле него капельницы ставят единственное ему не нравится то что его не кормят он когда он когда голодный может убить человека вот так грубо говоря он такой злой представляете я сказала потерпите конечно там у него с кишками такая проблема все будет хорошо капельницу то делают баба джим доволен и благодарит Аллаха за то что он попал в эту больницу потому что его могло бы быть уже и не быть потому что ситуация бы очень усложнилась если бы он остался дома ну вот такие вот новости у нас хорошие не надо унывать и верить во все хорошее да неприятно конечно но будем надеяться что скоро они встанут в ряд да вот такие вот дела да и насчет того кто бы мог заразить их вот сейчас мой муж мне присылает очень много знакомых и друзей моих из ютуба тоже подписчиков видео то что заражение всей семьи и его могло произойти от прививки эта версия я пересмотрела видео эта версия я рассказала мужу не соглашается почему потому что 5 миллионов человек сделали прививки тогда сейчас все должны лежать в больнице он так сказал а сейчас до 11 тысяч уменьшился заболеваем из Турции в сутки 11 тысяч человек было 70 и больше но и они не верят в эту теорию не хотят верить но я конечно не хочу чтобы мой муж делал эту прививку но пока пока все идет как положено потому что его категория по возрасту еще не пришла к этому ну посмотрим жизнь покажет что и как и мой муж сказал что оказывается немного раньше приехал родственник из Измира и когда он приехал то он чихал то он кашлял а они же дома без маски ходят и скорее всего может быть и он заразил мог стать скорее всего он мог стать источником заражения вот и родители так как папа был постился мама не могла поститься и вот видно ослабленный организм перешло все от отца потом на маму потом на племянницу и потом на старшую залогу вот такие вот новости мои дорогие ну а сейчас я вам расскажу что почем и так далее сегодня базар возле нас мне не так понравился мы кстати проходили мимо того базара где я отоваривалась неделю назад и думала что у нас хватит на 2-3 недели но в принципе мы большой акцент делаем на овощи помидоры огурцы закончились еще лобио осталось синенькие вот мы кушали закончились то что я по килограмм купила и ну естественно фрукты закончились и я жалею что я сегодня не пошла туда но вот пошли на наш базар и что там цены ужасные как где неделю назад баклажаны по два с половиной покупала здесь восемь но фасоль я на той неделе 10 лир там покупала сегодня здесь восемь фасоль мы не брали мы еще ту не поели картошечку набрали вот вроде бы думала что так много чего так много оказывается как много мы кушаем но в основном мы же кушаем я кушаю зелень зелень и овощи и фрукты ну вот сегодня бананы я уже один съела потому что не могла так захотелось бананчика бананы по 12 лет килограмм сегодня стоит так мушмула по 6 лет килограмм вот такая мушмула сладкая попробуем сегодня мы купили новый фрук нектары называется ну не знаю какие они сейчас все попробует светлана они по 7 лет килограмм вот перец только такой был сладкий не было такого длинного купили 7 лет килограмм помидорчики вот такие взяла я знаете когда покупаю помидоры помидоры я всегда их нюхаю и вот если они пахнут природой вот тогда я в том только случае их покупаю ну естественно вот эти деревенские помидоры тоже как они пахнут ммм обалдеть купили мы дурак мой муж будем кушать с моим мужем ну а что делать вот так вот купили мы морков морковь 4 лиры килограмма ну я полкило взял купила зачем нам много что мы еще купили аааа горошек взяла горошек горошек появился 4 лиры килограмм вот можно кстати его много купить и вот так почистить и положить в холодильник потому что я часто им пользуюсь и так можно есть кстати очень вкусно это вкус из детства потом съем так что мы еще купили все помидоры по 5 лир и огурцы 5 лир килограмм и купили картофель 3 лиры килограмм кажется вот столько ему понравилась отварная картошка сейчас у меня очень главные основные дела так как у меня идет промоушен в течение месяца нам на моем бизнесе заинтересовалось очень много людей так как мы выходим на IPO наша компания выходит через два года и мы готовимся IPO это уже это что это пузыри публичная продажа ценных бумаг на бирже так что если вам интересно пишите скорее чтобы попасть в промоушен и купить бумаги со скидками ну все пошла я это все раскладывать это столько времени надо а потом буду заниматься своими делами что у меня сегодня на вечер опять снова картошечка и моему мужу понравилось кстати это очень вкусно и полезно здесь я приготовила фасоль она у меня тоже полудиетическая тут почти тушеная ничего нет пережаренного ну а здесь я готовлю для себя кабачок с яйцом потом залью одним яйцом покажу как это будет выглядеть ну и поем пару штук картофеля ну мы с родителями целый день на связи звоним им у них все да хорошо слава богу и папе тоже полегче стало только единственное его не кормят еще завтра будет голодный день и вот это только в этом одна проблема сейчас я покажу что у меня творится на балконе вот посмотрите ветер все разорвал вот эти вот веревочки осталось там такой ветер у нас смотрите все висит надо это все заново строчить вот я сказала Ашка вот ты сними это я постираю и отнесешь портному здесь у меня листья дута шелковицы тут по-турецки но мне кто-то сказал сделал замечание что это дут а по-русски тут авица так а вот смотрите вот так у меня все выглядит наши сегодняшние фруктики здесь у меня шишечки мне кто-то одна из моих подписчиц тоже посоветовала рецепт для понижения холестерина а видите я сразу как говорится берусь за все советы и притворяю жизнь благодарна вам искренне а тут вы давно не видели мои цветочки такие красивые как колокольчики а здесь желтенькие вот это тоже так разросся и вот дерево которое мне на новый год подарила так тут новые зарождают лакули мои авокадика дети все соседи заглядываются на мои цветы но нету ни у кого таких как у меня так здесь они все пришли да тут кажется косточка попала мамардики да вот такие вот у меня цветочки вот мой перчик подросли лучок здесь у меня мамардика а этот цветок я думала что он погиб и еще рядом семена посеяла а корень то остался и он возросся опять ну а себе я приготовила вот такой блин пожарила как он готовится сначала с двух сторон вот просто смазала сковородку кисточкой оливкового масла все и пожарила на медленном огне чтоб хорошо пожарились кабачки затем взбила два яйца и вот у меня творог такой я положила на одну половинку да и завернула а можно сыр но у меня сыра нету моего диетического нежирного поэтому для меня творог сейчас оптимальный вариант и вот сейчас я его буду кушать ну конечно он очень большой я столько не съем но на два дня у меня будет обед я очень давно хотела его приготовить всем доброй ночи спокойной ночи на небе звездочки какие-то крики доносятся если б сейчас не было карантина тут весь парк был бы до 12 часов у нас гуляют а сейчас так тепло ну так красиво да может не весь освещённый он кто-то свистит где-то что там происходит люди с ума посходили где-то ракеты что ли салюты что за праздник 15 числа я отсюда увидела обнаружила сейчас набережную туда надо же какой у нас вид и тут с моря видно кусочек и здесь свадьба или что это за звук вот видите вот видите вот 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 там набережная сторона марина что происходит вот мы и дождались чего дождались не знаю но чего-то дождались не зря люди повыходили на балкон а у кого праздник видите наверно фанаты а футбол же идет вот и фанаты да 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 аж кем тоже футбол смотрит с мамой поговорил с анемчиком вот оно в чем дело а ну сейчас просим аж ким не олду не ден пи 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 я пьерла саваш саваш ве а ким казанды бешикташ казанды а вот оно в чем дело друзья мои не олду не олду